да безусловно но надо же знаете при оценке и политических перспектив и при планировании политических перспектив учитывать то что мы называем таким политическим реализмом учитывать то что де-факто есть сейчас и когда я смотрю в каком состоянии находится армения какие планы на армению у стран контрагентов российских вот понятно что у россии у армении абсолютно нет магистрали которые бы проходила мимо российской федерации потому что если армения примет решение дальше интегрироваться вот в американский процесс не европейский ни в коем случае именно в американский то тогда судьба армении она уже предопределена предопределена концепция лимитровного государства которое должно будет выполнять функции прокси и уже сейчас я могу назвать десятка два процессов которые синхронизированы американцами между тремя государствами между армении турции и азербайджаном эти процессы происходят на встречных векторах то есть мы понимаем что например решение транспортных проблем решение проблемы создания турана она напрямую связана с нейтральностью армении нынешнего руководства армении к этим процессам вот эта нейтральность она приведет к тому что там вырастут монстры армения будет просто поглощена новыми государственными вот эти квази государственными образованиями можно много-много разных очень неприятных перспектив описать для армении армении на будущей карте южного кавказа нет это надо понимать она есть только в том случае если будет политика такого настойчивого принципиального встречного курса армении причем где-то даже преодолевающего нашу имперскую лень навстречу россии и если армении не пойдет по этому пути то вот в этом пассивном состоянии и просидят я благодарю вас за ваш лайк я благодарю вас за подписку